Всем привет! С вами Даша! И вот я уже полгода не выпускала творческих видео, но на день рождения мне подарили... Да-да-да, вы поняли? Специально я себе не хотела его покупать, потому что я знала, что я просто пропаду в нем. Остальное мир перестанет для меня существовать. Но мне его подарила однокрупница, вот она мне его тут подписала. И сегодня я, собственно, хочу показать вам парочку разворотов. Их около 10 и оформить с вами, наверное, сегодня обложку. Так что, если вам интересно, оставайтесь со мной! Первая страничка у меня абсолютно не доделала, потому что я еще не знала, как я все это буду вести. Это вообще все выглядит как каракуль раскраски ребенка, но тем не менее. И самый первый разворот, который я сделала, тоже оставляет желать лучшего, потому что у меня еще не было специальных акриловых красок, и я делала простой акварель. И, если честно, вышло это не очень, я и в садике, мне кажется, рисовала лучше. Ну и задание, собственно, очень близко к тематику сада и неумению рисовать. Это рисуй каракуль и не сдерживай себя. Это был предновогодний период, и вот, без комментариев. На левой страничке у меня тут каракули, прям каракули. А тут я пыталась рисовать елку, какие-то цветочки и заснеженные окна. Обещаю вам, дальше будет лучше. Вот этот вот разворот я сделала буквально на днях. Тут задание залезть повыше и сбрось блокнот. Я нарисовала прекрасные медузы и парочку внизу. Я не знаю, что послужило вдохновению у меня для следующего разворота. Задание там, представь, что машинально рисуешь на конверте, разговаривая по телефону. Сначала я сделала основу цвета, по которой я буду далее рисовать. И у меня что-то включилась фантазия. Я захотела сделать тут много девушек, какие-то кружочки нарисовать и немного расписать конверт. Вот что у меня получилось, но в принципе мне кажется очень даже ничего. Я не знала, как сделать цепочку из бумаги оригинальной. Я просто наклеила разные скотчи на нее. И вот такая вот она получилась у меня. Ну в принципе ярко так, по-летнему что ли. Разворот заставь эту страницу белыми предметами. Понравился очень моей подруге. У нее, кстати, тоже есть такой блокнот. И вот она выглядит вот так вот. Я сделала черный фон, потом за маской намалевала оленя, непонятные треугольники. И написала на правой странице легенду о кольце царя Соломона. Идея для следующего разворота мне очень нравится. Тут надо написать приятные мысли. Но я написала место не для приятных вещей. Я зачерпнула, написала место для волнующих. Сделала фон вот такой, градиентный, переходящий. И начала по кругу записывать свои мысли. И последняя фраза, что я тут написала, следующий свой оборот я напишу через год. И то есть моя задумка каждый год писать, какие вещи меня волнуют. Задание по режнической странице я вообще не знаю, каким образом я сделала. Как-то вот так вот. И мне просто захотелось. Я даже не могу объяснить, как я это придумала, какие чувства я испытывала, когда все это делала. Но тем не менее получилось так. Сейчас я покажу вам один из самых моих любимых разворотов. Это соедини точки по памяти, закрыв глаза. Все выглядит вот так вот. Мне это безумно нравится. И тут написано прекрасное стихотворение. Осадова, любовь, измена и колдун. Ну а теперь просто апогей моего творения. Это вот разворот, где надо было положить руку и обрисовать. Я решила сделать это осьминогом. И написать текст песни кварца. Мне снится море, а не в бизнесе доля. Она такая милая, яркая. Мне она безумно нравится. Ну а теперь давайте приступим к оформлению вместе с вами. И встретимся еще в конце. Ну что ж, начинаем работу. Запомните эту детственную чистую обложку. И сейчас мы начнем ее оборачивать. Я купила в Леонардо такую вот оберточную бумагу. В горошек белорозовую, розово-белую. И теперь все это начинаю старательно приклеивать на клей-карандаш. Не забываем все это сильно проглаживать и надавливать, чтобы лучше приклеилось. И далее отрезаем лишние части. Тут уже идет ювелирная работа, чтобы все было аккуратно. У меня еще остались ненужные части. Я решила сделать окантовку. Я это все разметила. Трезала. И согнула эту линию пополам. И надо не забывать хорошо проработать вот именно линию сгиба. Чтобы все это дело приклеить, я использую клей-пистолет. Он у меня самый дешевый из фикс-прайса, но тем не менее, выполняет свою задачу хорошо. Мы это приклеиваем и не забываем подрезать края, чтобы все аккуратно смотрелось. Далее аналогичным образом я еще решила оформить корешок книги. И не переживайте, если у вас вдруг вылезает клей, потому что он легко убирается даже элементарно пальцами. Самые главные черновые работы у нас уже сделаны, и мы приступаем к декору. Что это тут у нас? А это у нас скотч за 80 центов с Алиэкспресс. По-моему, очень даже миленько выходит. И самый последний кусочек бумажек, который у меня остался, я решила использовать для названия. Все по такому же принципу мы это приклеиваем. Достаем тяжелую артиллерию наклейки и дополняем уже деталям. Также в диалоговой наклейке я решила написать вопрос «Чья?» и ответ, собственно, мой ник на ютубе. И куча разных наклеечек еще. Собственно, вот и все. Мне лично безумно понравилось, как получилось. Получилось очень подевчачье и мило. Теперь эта обложка точно будет постоянно радовать мне глаз. Я надеюсь, вам понравился этот видеоролик. Если вы хотите продолжения, обязательно дайте мне знать в комментариях. Не забудьте про подписочку на мой канал, чтобы не пропустить следующие видеоролики. А с вами была Даша. Пока-пока!